Привет друзья, с вами Смарт Плюс. Уже более двух месяцев я являюсь пользователем этого браслета Mi Band 4. С первого же дня, когда он ко мне пришел, я сделал обзор и первые впечатления. Кто не видел, в конце видео будет конечная заставка, перейдите, гляньте. Если коротко сказать и описать впечатления о браслете, то в основном это один позитив. Но есть конечно моменты, которые не устраивают. Но разве есть идеальные вещи в этом мире? Давайте же посмотрим, что и к чему. Расскажу вам, как прошли эти два месяца с ним. Для начала цены. Я покупал на Алиэкспресс и смотрю, что с тех пор цены немного упали. Но тем не менее, они и так довольно низкие. Глобальная версия, как у меня, немного дороже. Но скажу вам, что можно смело брать китайскую. Привязав к Mi Fit, можно получить русский язык. И люди берут китайские, они ничем не отличаются, кроме надписей на браслете. И при свайпе справа налево появляется Алипэй, неактуальный для нас. Но можно свайпить слева направо и все. Я же взял глобальную версию и меня все устраивает. Также можно еще сэкономить, используя кэшбэк сервис Letyshops. Реально удобная штука. Я как блогер много покупаю и вот сколько уже накэшбэчил, как видите. И вот кстати чуть-чуть осталось, вот сейчас выведу. Вы просто регистрируетесь по ссылке в описании, ставите расширение для браузера и оно само вам скажет, мол, эй, нажми на меня, активируй кэшбэк. И потом купив, вам начисляется денежка. Когда вы получаете браслет, подтверждаете, что получили, деньги стоят доступными. Вывести можно от 500 рублей. Все просто, пользуйтесь, экономьте. В первую очередь я хочу рассказать о внешнем виде. Xiaomi сказали, что у них на экране стекло. Я сначала по приколу наклеил защитную пленку, но потом снял. Так как смотрелось все это ужасно. Но еще плюс краешки бывают цепляешь при свайпах. Так что ни стекло, ни пленку не рекомендую. Я встречал отзывы у людей, что они убиваются, но я не знаю, как нужно насиловать, чтобы убить или заметно поцарапать. Через два месяца я не вижу на экране царапин. Бывало так, что я цеплял им за дверные проемы. Бывало так, что отсокался об различные поверхности и углы. Я могу сделать выводы, что материалы действительно подтянули по сравнению с предыдущими моделями. И здесь действительно стекло. Также на практике проверил его водостойкость. Купался в речке с браслетом, все отлично. Причем плавал, создавая давление воды на браслет. Душ он тоже переживал много раз. Правда, сильно большая температура, например, сауна. Как вы понимаете, не пойдет батареи на пользу уж точно. Лежал в песке в браслете, тоже все нормально. Что касается самого экрана. На солнце он читается отлично. Особенно если выставить яркость на максимум. Но вот через некоторое время я обнаружил, что мне не комфортно в полной темноте. Он лепит. Он так лепит, что можно даже освещать им комнату в темноте. Или искать замок, чтобы попасть с ключом, что я успешно иногда и делаю. Тогда я выставил на одно деление меньше. И это самый комфортный из вариантов. Я и на солнце вижу хорошо, и в темноте более-менее нормально. Да, можно в настройках Mi Fit задать, чтобы он переходил в ночной режим. Ставил минимальную яркость. Но тогда уже мне маловато яркости. Так что я остановился на таком комфортном значении. А так никаких проблем. Цифры большие, все видно хорошо. Как часы то, что нужно. Можно ставить разные циферблаты, кастомизировать. И это очень радует. Но я как-то привык к стандартному циферблату. И меня все устраивает. Но если надоест, всегда можно найти что-то интересное. Их в Mi Fit достаточно. Хоть годных, по-моему, не так уж и много. Уведомления приходят исправно. Также можно настроить, откуда вы хотите их получать. Что тоже очень удобно. Пришло что-то, бегом посмотрел и уже в курсе. Мелочь или что-то серьезное. Но единственное, что меня не устраивает, это то, что экранчик гаснет довольно быстро. Скорее всего, ради сохранения заряда. Но я хотел бы иметь выбор и возможность настраивать. Я надеюсь, что как-то со временем, может, так и будет. А так не успел прочесть или вообще не прочел. И уже нужно снова заходить в уведомления и смотреть. Благо, можно иконки менять местами в Mi Fit, чтобы быстро перейти к уведомлениям и меньше листать. Штука реально годная. Также меня часто браслет уведомляет, когда я долго сижу за ПК, например. Мол, вы слишком долго сидите, подвигаетесь. Тут он бывает ошибается. Например, я походил, сел, походил, сел, а он мне... Эй, парень, что-то ты мало двигаешься. Или вообще, когда лег на диван, кайфуешь такой, а он... Эй, парень, псс. Хорош сидеть. По поводу мониторинга сна. Так он бывает тоже ошибается. Не всегда замечает пробуждение. Проснулся, потом уснул опять. А он будет думать, что хозяин все это время спал. Хоть все же приблизительную картину того, сколько я спал, можно посмотреть. И это поможет определить методом наблюдения, сколько же вам минимум нужно сна для хорошего самочувствия. Хоть большинству людей и так понятно 7-8 часов. Есть тут также и будильник. Его плюс в том, что он не будет других членов вашей семьи, так как просто вибрирует. Но он так противно и по-разному вибрирует, что я просыпался всегда. Еще и жужжит на ухо. Будет хорошо. По крайней мере, в меня. У всех ведь чуткость разная. А теперь по поводу его способностей, как фитнес-браслета. Тренироваться с ним можно легко, он не мешает. Причем на изящной женской руке он тоже хорошо смотрится и сидит. Но есть один важный момент и его огромный недостаток. Ни таймер, ни секундомер, ни просто тренировку нельзя поставить в фоновый режим. Свернуть другими словами. Как, например, в более дорогих часах и так далее. Для меня это критический момент. Поскольку я постоянно смотрю на время или переключаю треки во время тренировки. Что сводит на нет удобства пользования им. Я люблю заниматься спортом, особенно в качалочке. Но скажу честно, пробовал пару раз включать тренировку и сразу выключал. Так как мне ни холодно, ни жарко от того, что я не могу свернуть все это дело в фон и пользоваться другими функциями. И что-то мне не верится, что он посчитает мои калории правильно. Единственное, чем он может помочь новичкам, указать кардиозону. Более 140 ударов сердца это уже не очень хорошо. И новичок, который не чувствует этого, вполне может заюзать. Ну и дистанцию во время бега тоже можно отслеживать, но для этого уже нужен смартфон. Измерение пульса достаточно точное. Это я проверял еще при получении. Можно пользоваться, но верить на все 100% конечно же нельзя. И шаги меряют тоже не совсем точно. Я ради спортивного интереса походил с другом по 50 шагов туда-сюда. У него были часы от Samsung и значительно подороже. Мой Mi Band насчитал 49 шагов, его часы 50. Так что погрешность некоторая есть. Как вывод, вы должны понимать, что это не профессиональный гаджет для фитнеса. А так, иногда побаловать, но вполне возможно кому-то данный функционал пригодится. А вот что действительно полезно, это управление музыкой. Один свайп и я могу переключить трек, отрегулировать громкость, посмотреть название трека. С Bluetooth наушниками во время тренировок то, что нужно, да и с обычными тоже. И пользуясь случаем, покажу наушники, с которыми я тренируюсь. Это Tron Smart Spunky Pro. Мне их прислал производитель, как блогеру, на тест. Я скажу, что влюбился в такой формат и в эти наушники. Никаких проводов. Заниматься спортом в них одно удовольствие. Маленькие, очень легкие и не выпадают. Не мешают. Звучат богато. Особенно заценят любители баса, которого здесь с лихвой. Заряжается в родном кейсе до 4 раз, чего хватит на 18 часов. Сам кейс поддерживает беспроводную зарядку и обычную через Type-C. Все эргономично и удобно. Достал и они уже подключаются к телефону. Положил в кейс, выключены и заряжаются. В общем, зацените, за 33 с лишним доллара отличный вариант с поддержкой кодека AAC. Да еще и с флага защиты IPX5. Автономность. Сразу хочу упомянуть о одном баге браслета. Когда у него остается 15-16% заряда, он начинает периодически вибрировать. Даже будил меня один раз таким образом. Я увидел несколько раз, что он пытается показать, что у него мало заряда. Но лишь мигает с короткой вибрацией. Понятно, что это баг программного обеспечения и надеюсь это поправят. Пишите в комментариях, если вы уже владелец и у вас такое случалось. Но так с автономностью у него полный порядок. Это его большой плюс. Мне не тяжело раз в 15-20 дней поставить его на зарядку на полтора часа. И удобство зарядного устройства, и что его нужно вынимать с ремешка, уходит на второй план. Ведь это не часто. Смарт-часы на такое не способны в большинстве своем. А тут же полный порядок. Еще один момент. Поиск смартфона. Не единожды уже я не тратил время на поиск смартфона по дому. Просто нажал поиск и все, смартфон найден. И да. Прогноз погоды, кстати, тоже удобная штука. Использую. В общем, резюмирую. Стоит ли брать его и нужен ли он? Безусловно, за эти деньги такое устройство то, что доктор прописал. И я вполне доволен. С самого начала я осознавал, что за эти деньги прям звезд с неба он не будет хватать. И это и так понятно. Но вот этот экранчик. Просто супер. Пользуюсь как часами постоянно. Поднял руку, посмотрел, отлично. Уведомление очень удобная штука. Рекомендую. Не нужно лезть в смартфон лишний раз. Управление музыкой супер. Погоду посмотреть, найти телефон легко. Посмотреть сколько километров находил за день. Сколько спал, тоже посмотреть классно. Почти бесшумный будильник. Померить пульс, тоже вполне рабочая штука. Да и на руки он смотрится симпатично. А вот специально для тренировок я бы его не покупал. Я считаю, что это как дополнительная опция, расширяющая его функционал и не более. Серьезно относиться к этому не нужно. Хотя кому-то может и пригодиться некоторый функционал. Но я бы посоветовал. Тренироваться, а не зырить в браслет. Будет больше толку. С вами был Андрей, канал Smart Plus. Подписывайтесь, здесь будет еще много смартфонов, сборок, гаджетов. А пока, всем пока друзья. Субтитры сделал DimaTorzok